В окружном парламенте обсудили проблему организации комплексной медико-социальной помощи детям с задержкой речевого развития. Участие в заседании приняли представители профильного департамента, уполномоченные по правам ребенка в Ненинском округе Галина Гуляева и родители тех детей, которые испытывают трудности в речевом развитии. Тему продолжит Ольга Руссу. Обращения с просьбой помочь наладить в округе диагностику и лечение детей с проблемами в области логопедии к региональным парламентариям поступили еще в прошлом году. Причем обращались родители не только из города, но и населенных пунктов. На сегодняшний день, к сожалению, информация у нас не пристала, но вопрос обращения жителей, обращения родителей продолжается и необходимо на сегодняшний вопрос ситуацию разрешить. По данным профильного ведомства, в настоящее время в регионе насчитывается более 200 детей с задержкой речевого развития. Помощь детям оказывают специалисты Ненинской окружной больницы, Центра ДАР и представители региональной общественной организации «Особое детство» в Ненинском автономном округе. Количество детей, которые обратились в 2020 году за истекший период логопедии в региональном больнице, задержка речевого развития – это родители со 111 детьми. Из них 81 дошкольного возраста, 16 младше 3 лет, и у 10 детей наблюдается тяжелая задержка речевого развития. На заседании присутствовали родители детей, столкнувшихся с проблемой речевого развития. По их словам, получить в округе квалифицированную помощь невозможно. Узких специалистов в области диагностики и лечения патологии развития речи в регионе нет. Сумма на лечение за пределами округа ложатся на семейный бюджет тяжким бременем. Мы начали лечение самостоятельно, и мы проходим на бессоновском аппарате. Там же мне сказали, что аппарат менять нельзя. Если вы проходите лечение на одном аппарате, то вы лечитесь на том аппарате. Там составляются программы, я не знаю. В ходе дебатов выяснилось, что лечение логопедических проблем у детей не относится к вопросам здравоохранения. Эта область принадлежит образованию. Депутаты предложили наладить работу межведомственного взаимодействия между профильными департаментами. Специалисты сфер здравоохранения и образования должны разработать комплексную систему помощи детям с задержкой речевого развития. Кроме того, они рекомендовали пересмотреть условия предоставления единовременной помощи по социальному контракту в размере 100 тысяч рублей. В частности, ввести дополнительную категорию для родителей, которым необходима реабилитация таких детей за пределами региона. К этому вопросу депутаты вернутся на последующих заседаниях. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал Север.